при вечер еще раз пожалуйста нажмите огонечек если со звуком все в порядке и презентацию видно и меня слышно а спасибо большое ну я думаю тогда можно приступить к нашему сегодняшнего вебинара сформулировала я тему достаточно широко и попробуем сегодня разобраться как работать со звуком как записывать звук как его редактировать где его публиковать и ну и какие информационные продукты с его помощью можно создать как обычно в чате будет сегодня много ссылок много инструментов но я решила чем больше тем лучше попыталась очередной раз объять необъятное поэтому ссылок сегодня будет много инструментария тоже много если у вас есть какой-то интересный опыт по работе с аудио или вы можете подсказать еще какие-то инструменты интересные на ваш взгляд для работы со звуком то милости просим в чат добавляйте ссылки комментарии еще у меня будет парочка вопросов к вам по ходу нашего вебинара поэтому далеко не уходите от мониторов и мы начинаем итак мы попытаемся сейчас пройти весь путь начиная от записи от аудиозаписи заканчивая ее публикации распространением всю технологическую цепочку попытаемся проследить и я по ходу расскажу но из своего опыта из того что я знаю некоторые тонкости которые может быть вам пригодятся в работе и так аудио записывается много и вообще вот аудио формат он считается по своим трудозатратам намного лучше чем допустим тот же самое видео создание видео то есть создаются аудио студии в библиотеках и в школах уже на профессиональном оборудовании зайдет звукозапись мы себе у нее поговорим о том случае когда у нас студии звукозаписи нет и мы самостоятельно хотим создать либо записать чтение стихотворения либо может быть целую радиопередачу создать аудио спектакль подкаст может быть записать вот об этом случае поговорим итак начнем с того что нам нужна какая-то техника для звукозаписи самый простой малобюджетный вариант это взять диктофон смартфона не стоит его недооценивать потому что сейчас качество записи у многих смартфонов превышает даже качество записи микрофонов поэтому можно начать именно вот с этого варианта особенно если хорошо получается то может быть и не нужен специальный микрофон однако если необходимость такая есть то можно приобрести микрофон с петличкой или микрофон стационарный который будет стоять на столе во время звукозаписи микрофоны бывают разные ну можно в магазинах увидите в описании микрофона например что он динамический или конденсатор я когда выбирала для себя микрофон я пыталась разобраться в чем же разница сейчас попытаюсь вам рассказать каким выводом я пришла динамические это чаще встречающийся вариант это микрофоны которые не восприимчивы или слабо восприимчивы к фоновым шумом шумом то есть они записывают голос и очень неприхотливы в обслуживании перевозки то есть вы можете его к разным компьютером подключать переносить двигать как угодно в общем такие неприхотливые ребята конденсаторные микрофоны они для эстетов что называется они передают глубину звука но при этом ловят и все шумы которые существуют вокруг нас то есть они могут и шум за окном словить и диканье часов и какие-то бытовые в том числе шум компьютера который записывает в дальний момент звук тоже они все очень хорошо очень большой чувствительностью обладают ну и при транспортировке тоже так просто его подмышку не возьмешь и не перенесешь кроме того конденсаторным микрофоном иногда в придачу идет звуковая карта и специальный кабель для подключения может быть даже источник питания то есть это дополнительные такие трудозатраты ну и материальным затратам тоже он намного дороже чем динамически поэтому я за запись выбрала обычный динамический микрофон который минимально ловит шумы но при этом хорошо записывает голос особенно это важно если мы планируем это в домашних условиях записывать либо в условиях библиотеки школа вот но если в студии звукозаписи у вас есть то скорее всего там стоят конденсаторный микрофон микрофон подключаются через обычный порт юсб как правило прямо к компьютеру ты ей происходит звукозапись опять так я уже говорила что есть микрофоны со специальными разъемами со специальной звуковой картой это на тот случай если вы планируете не в одиночку что-то записывать а например хотите аудиоспектакль создать или взять интервью где у вас много участников и каждому нужен свой отдельный микрофон тогда вот тот самый случай когда нужны и микрофоны и звуковые карты и специальные разъемы для компьютера но мы посмотрим самый простой вариант обычная звукозапись на одного человека далее есть еще такая штука называется рекордер теоретически он присутствует в магазинах я его встречала очень редко это такая вещь когда звук записывается не только в помещении но и в каком другом месте например на улице такой вот переносной портативный инструмент микрофон и тиктофон в одном флаконе вот он у него есть небольшая внутренняя память которая позволяет прямо записывать сохранять на карту ну а затем вы можете это сбросить на компьютер это хорошая вещь если вы планируете репортажные какие-то звукозаписи делать выходить на улицу опрашивать там каких-нибудь граждан на улице задавать вопросы то вот для этого подойдет такой инструмент но в общем цены конечно микрофона сейчас самые разнообразные поэтому перед тем как приобретать какое-нибудь устройство обязательно почитайте его описание проконсультируйтесь хотя бы в интернете а кроме того сейчас можно найти примеры звукозаписи сделанных на разных микрофонах так что вот это такой ответственный шаг но повторюсь начать можно просто с диктофона на смартфоне тоже очень даже неплохой вариант дальше следующий вопрос а где же собственно записываться ну как про специалисты утверждают что 80 процентов звукозаписи это помещение вы можете самостоятельно это проверить попробовать на тот же диктофон записаться в одном помещении в другом и сравнить где лучше обойти все свои помещения и выбрать самое подходящее естественно специальной студии получится идеально если студии нет то тогда можно использовать помещения в которых минимальное количество эхо просто зайдите в помещение хлопните в ладоши если эхо не слышно значит помещение в принципе подходящее для звукозаписи хорошо поглощают лишние звуки мягкая мебель и книжные полки поэтому в библиотеках это вообще просто наверное рай для звукозаписи вот если вы планируете записываться в помещении обязательно проверьте бытовые приборы шум кондиционера там шум какой-то техники закрыть окно обязательно посмотреть чтобы за окном машины не ездили не крохотали дети не кричали котики не мяукали в общем тут много разных тонкостей в общем чем тише будет в помещении тем лучше будет звукозапись и теперь переходим к выбору программы или сервиса с помощью которых можно записываться вот тут можете в чате написать какие программы и сервисы вы используете а я вкратце небольшой обзорчик как обычный инструментов со ссылочками и так ну самый простой вариант просто на компьютере выбрать инструмент который называется звукозапись или запись голоса в разных windows он выглядит по-разному вот я тут три варианта на экран сейчас вам вывела очень простой инструмент найдете его в кнопочке пуск в списке программ наверняка он вас присутствует по умолчанию входит состав windows это самый простейший инструмент для звукозаписи более того он может немножко подредактировать звук обрезать начало или конец звукозаписи но в целом это исключительно просто для быстрой записи голоса например кнопочка тут всего одна с кружочком из квадратиком нажимаем начинаем запись потом заканчиваем сохраняется это все в виде виндоузовского файла на компьютер ну а дальше уже дело техники либо вы будете уже в какой-то другой программе его редактировать либо сразу же куда-то загружать давайте более сложные варианты посмотрим если у вас ну по каким-то причинам вы не хотите windows использовать то есть онлайн сервис называется онлайн диктофон очень простой инструмент опять таки вот замена windows то есть он сразу вот мы практически автоматически одну и ту же ссылочку добавить а вот онлайн диктофон который на русском языке тоже всего две кнопочки нажимаем одну кнопку стартуем нажимаем другую заканчиваем запись все бесплатно без особых ограничений нет здесь можно даже немножко тоже обрезать сначала или с конца убрать сначала или конец звукозаписи вот есть для этого ограничительные маркеры просто двигаем их в одну и в другую сторону вот один вот второй выделяем нужные части которые сохранить нужно но и дальше сохраняем на компьютер формате mp3 все тоже очень просто это работает в режиме онлайн ссылочка в чате если хотите можете прямо сейчас попробовать что еще еще есть программы которые можно скачивать и устанавливать на компьютер вообще их достаточно много бесплатных программ я вот парочку и троечку вам ссылки оставлю в чате то что я сама пробовала вот это очень простая программа free аудио рекордер на английском языке но здесь всего несколько кнопок по которым собственно понятно что есть что выбираем вид звукозаписи папку в которой нужно все это сохранить нажимаем на кнопочку старт нажимаем на кнопочку стоп чтобы все это сохраняется сохранялась на компьютер ну и собственно на этом все эта программа исключительно для звукозаписи вот хотя тут есть еще возможно несколько эффектов можно добавить например удалить шум вот и сдвинуть темп то есть делать побыстрее помедленнее темп ну вот минимальные такие настроечки у этой программы вот у нас в вакару появилась хорошо провокору тоже расскажу но уже чуть попозже да спасибо за ссылку еще одна программка тоже на английском языке она более такая посложнее будет она позволяет не только записывать звук но и редактировать его ссылочку опять в чат отправлю мало ли вдруг вам пригодится тоже скачивается устанавливается на компьютер здесь есть минимальные настройки мы можем установить громкость можем установить моностерия опять таки все достаточно просто есть кнопки для записи для остановки записи что из настроек здесь еще можно быть можно выбрать уровень звука но в данном случае стоит на 90 процентах можно поднять до 100 до максимума чтобы звук максимально записывался с максимальной громкостью из дополнительного здесь есть возможность отредактировать записанный файл то есть можно приглушить наоборот сделать погромче звук можно обрезать удалить шум и так далее программа в общем то неплохая но вот этот английский язык конечно может раздражать и не у всех есть время для осваивания этой программы но тем не менее еще одна о которой уже в чате писали аудасити давайте ссылочку вам отправлю в чат вот этой программа я пользуюсь ну и расскажу поэтому они поподробнее это хорошая вещь во первых она русифицированная программа опять-таки бесплатная вы можете устанавливать на любой компьютер она очень нетребовательная к запасам памяти по вкладочкам сразу понятно что здесь под какой вкладкой находится здесь есть какие-то образцы что касается эффектов например то есть даже если вы не владеете какими-то особыми сакральными знаниями по звукозаписи даже начинающий может разобраться и вот самостоятельно что-то записать и отредактировать есть еще инструкция к этой программе всех много в интернете но вот одну из них я тут на слайде добавила вдруг пригодится звукозапись здесь очень простая кнопка начать запись кнопка остановить запись поставить на паузу ну и после того как запись сделана уже сразу же можно приступить к ее редактированию самая моя любимая кнопка это вот эффекты если ее открыть то можно увидеть здесь много интересных вещей например но у меня такая программа уже более старой версии сейчас она уже полностью русифицирована у меня здесь некоторые штуки еще на английском но даже так понятно в общем-то но из редакшн это удаление шума так называемый белый шум и дыхание диктора и может быть какие-то посторонние шумы все это условно назовем белым шумом дальше здесь есть компрессор это хорошая вещь для того чтобы стабилизировать запись чтобы избежать визгливых нот и наоборот слишком низких то есть это с помощью этого инструмента запись выравнивается по тону упираются слишком высокие ноты слишком низкие она становится такой более гармоничной и еще она автоматически немножко становится громче вот мне очень этот инструмент нравится компрессор я сейчас расскажу в каком порядке я тут что из этого использую плавное задухание плавное нарастание это хорошая вещь если вы готовите аудиозапись допустим для какого-нибудь видеоролика например то есть вам нужно постепенно чтобы звук появлялся а потом угасал вот дополнительно здесь еще можно удалять щелчки и треск и усиливать сигнал я из этого инструментария действую в таком порядке сначала я звукозапись выделяю и применяю к ней компрессор чтобы она у меня стабилизировалась и стала лучше звучать но там сразу же после этого можно послушать как как получилось действительно получается лучше ну а дальше уже вручную я начинаю удалять шум вот но из редакшн как правило белый шум его очень хорошо слышно в паузах между голосом но тут на заднем плане у меня некая аудиодорожка вот где-то в паузах вот здесь вот он здесь и проявляется в большей степени это немножко такая длительная работа кропотливая особенно много занимает время если у вас длинная аудиозапись но она того стоит то есть вот каждый такой фрагмент где у нас нет голоса вот его нужно послушать обязательно посмотреть нет ли там шума а как правило там хоть минимально но что-то будет присутствовать и дальше через инструмент но из редакшн этот шум надо удалить после этого запись звучит новыми красками ну и для особых эффектов есть режимы реверберации это когда можно добавить глубины звука вот иногда можно встретить особенно у звукачей они пишут что звук плоский звук там какой-то монотонный так далее вот если хочется глубины звука можно реверберацию попробовать там есть несколько настроек они называются пресеты вот с помощью этих пресетов можно со звуком поработать а вообще-то можно эхо добавить к вашей звукозаписи вдруг пригодится для чего-нибудь то вот здесь главное не переусердствовать у меня тоже было такое желание добавить этот инструмент ко всем звукозаписям не всегда это оправдано поэтому с ним аккуратнее ну вот из моего личного опыта если вы еще что-нибудь из этого используете то опять-таки пишите в чате поделимся своими воспоминаниями вот спасибо за еще один онлайн ресурс про дикторов таких я не знала возьму себе в закладку что еще можно из онлайн сервисов порекомендовать но мы плавно уже переключились на работу со звуком на его редактирование есть онлайн инструмент который называется аудио триммер давайте ссылку я вам отправлю в чат это инструмент когда у вас вот военно полевые условия что называется когда у вас нет ни программ никаких то онлайн сервисов особых под рукой вот триммер позволяет отрезать ненужное даже в середине звука автоматически склеить то что осталось и сделать эффект нарастания и угасания дополнительно здесь можно изменять громкость и даже переворачивать звукозапись с ног на голову но наоборот что называется может быть и для каких-нибудь игр викторин пригодится вот аудио триммер это тоже умеет и еще один онлайн сервис аудио диноз но из названия понятно тянусь это шум помехи он удаляет белый шум вот пожалуйста ссылочка на него на английском языке здесь вообще можно самостоятельно установить режимы шумоподавление больше меньше очень все подробненько но я просто использовала вот и готовые настройки здесь есть три варианта готовых комбинаций просто загружаем аудиофайл и по очереди пробуемся какой вариант больше понравится тут и скачиваем все это бесплатно делается в принципе для быстрой работы со звуком очень даже неплохо справляется этот сервис с белым шумом удалять максимальное количество шума ну вот самые явные конечно шумовые помехи то я забыла сказать что вот это вот этот сервис работает только с голосом то есть если вы хотите шум удалить из звукозаписи здесь еще музыка здесь могут возникнуть проблемы вот он работает только с голосовыми файлами ну и конечно я мимо не могла поройте нейросетей вот потому что сейчас огромное количество разных онлайн сервисов появляется когда у нас роботы и искусственный интеллект как так называемый начинает генерировать картинки писать текст и в том числе редактировать и аудио тоже я отобрала опять-таки инструменты самые разные для редактирования аудиофайлов а вы можете посмотреть и попробовать если у вас под руку есть какая-то аудиозапись вдруг на компьютере вы можете вот тех сервисов где регистрация не нужна можно загрузить и сразу протестировать как вам давайте начнем с самого монстра это адоб подкаст программы адоб наверняка все знают пользуются это бесплатный сервис на основе искусственного интеллекта который удаляет шум из голосовых записей и как он пишет максимально приближает звукозапись к студийной здесь есть образец можно послушать сервис требует регистрации если у вас есть google аккаунт то вообще все здорово поэтому регистрацию вас займет буквально пару секунд и так максимально вы можете загрузить на этот сайт один час звукозаписи в принципе очень даже неплохо 500 мегабайт она должна весить не больше вот и в течение дня вы можете три часа звукозаписи здесь обработать я пользовалась удаляла шум у меня получилось очень даже неплохое качество аудиоролика правда пишут те кто его тестировал что с английским языком он лучше обращается чем с русским но у меня получилось так что очень даже его рекомендую в общем очень неплохой сервис для работы и его коллега аудио студия аудио подкаст на котором я говорила он в основном не требует никаких настроек то есть просто загружаем ролик стартуем и сервис сам решает что и как искусственный интеллект все таки вот здесь аудио студия это сервис который с большим количеством настроек ну их тут на самом деле 2 но тем не менее вы можете просто увеличить громкость автоматически можно фоновый шум убрать можно и то и другое одновременно более того здесь можно выставить интенсивность вот этих настроек то есть можно громкость максимально увеличить можно поменьше вот все это можно прослушать и если что еще раз отредактировать здесь немножко поскромнее возможности бесплатной опять-таки нужна регистрация можно в месяц здесь отредактировать 20 минут звукозапись песни немножко поменьше будет готовые аудио скачивается на компьютер оба сервиса на английском для простоты я их с помощью google-переводчика перевела на русский чтобы было понятнее как они выглядят но в общем и целом здесь все достаточно понятно и просто для разнообразия ну вдруг для чего-нибудь пригодится это уже не серьезная но тем не менее сервис vocal римовер это инструмент который работает без регистрации он позволяет разделить две музыкальные дорожки на каком-то вебинаре у меня спрашивали а можно ли отделить музыку от голоса теперь можно нейросеть vocal римовер как раз этим и занимается сервис на английском я перевела на русский загрузила дорожку ну какой-то трек и вот сервис разделил ее на две части музыка и вокал вот можно прослушать только музыку а если ползунок этот передвинуть это только вокал можно послушать ну и соответственно скачать можно любую из этих двух дорожек либо обе обе таким образом можно делать минусовки караоке и другие полезные вещи для библиотеки вот спасибо за ссылочки тоже интересный инструмент тоже запомню ну тот же самый тоже коллега тюнбет он тоже бесплатные тоже без регистрации так что если есть какая-то песенка под рукой попробуйте сейчас сделать караоке ой сейчас не то скопировала ссылку ладно нет нет все правильно та самая тоже испугалась тюнбет такая же история с ним загружаем песню две дорожки разделились ну и дальше наша задача скачать ту дорожку которая нам нужна дополнительно тюнбет позволяют удалять и звукозаписи еще дополнительные инструменты можно удалить басы барабаны или еще какие-нибудь инструменты к сожалению дисты здесь недостаток громкость будет не очень ну не такая как в оригинале будет чуть-чуть потише готовая звукозапись но я думаю это не проблема можно громкость с помощью любого инструмента увеличить а вот теперь мы еще к одному спорному моменту перешли сервис для синтезирования речи это все те же нейросети технология тексту спич перевод текста в речь как это работает вот в этих сервисах мы вписываем свой текст а робот нейросеть нам его озвучивает мы получаем некий дикторский текст на выходе который можно использовать для своих целей я тоже подобрала сделала подборку таких нейросетей если вы пользовались то расскажите о своем опыте а потом меня будет еще к вам вопрос первый сервис и пехост давайте ям примерчик ссылка на сервис от хорошо конечно давать я дам пример как звучит речь с генерированная с помощью этого сервиса я сгенерировала файл добавила и его к видеоролику и получился вот такой вот видеоролик на ютубе так что можно по ссылке перейти послушать а так вы можете самостоятельно бесплатно можно даже без регистрации попробовать с этим сервисом поиграть здесь достаточно много полезных настроек вписываем текст который тоже должна нейросеть озвучить выбираем язык выбираем диктора они здесь по именам или по фамилиям обозначены выбираем вид голоса какой мы хотим там есть нейтральный есть дружеский и есть агрессивный раздражительный по моему так вот называется высоту тона если нужно повыше пониже ну и формат в котором мы хотим видеть наш нашу аудиозапись можно увеличить скорость или наоборот уменьшить чтобы диктор читал помедленнее и побыстрее и сделать паузы как в театре побольше или поменьше ну и дальше нажимаем на кнопку озвучить и слушаем что у нас диктор назвучивал в итоге ну естественно это все здорово интересно что можно и без поиска диктора без поиска какого-то специального человека который нам текст прочитать можно это сделать с помощью роботов но конечно же ну можете проверить чувствуется в моей звукозаписи что это робот озвучил или все-таки звучит похоже на человек я с вами согласна до чего ты шел прогресс сейчас я покажу еще больше это только начало и так как работать с такими нейросетями ну во первых нужно разметить текст особенно если у вас много специальных терминов обязательно нужно там поставить ударение в именах собственных тоже ударение ударение ставится очень просто значком плюс после нужной буквы дальше паузы вот такими палочками выделяется собственно есть подсказка как это все работает вот замок замок например ударение на о пойду перед этой буковкой ставится плюсик вот размечаем какое-то время у вас это займет разметка более того если у вас в слове возможно двоякое ударение там тоже нужно это предусмотреть у меня например было узнаю и узнаю вот и у меня еще было сложное слово шоссейный на самом деле там же произносится буква шоссейный а пишется е вот поэтому я совсем про это слово забыла но и робот него так прочитал через букву е вот поэтому тут особое внимание к разметке ну и а дальше дело техники дальше слушаем что получилось бесплатно с помощью и пехоста можно озвучить вот количество символов он тысячу вывел к сожалению как только эта тысяча закончилась с одного айпи адресом считает вот как только тысяча закончилась либо переходим на другой айпи адрес на другой компьютер либо придется брать платный тариф но здесь они очень смешные эти платные тарифы от 100 рублей на 100 рублей вы можете озвучить целую аудиокнигу по моим подсчетам так что можно попробовать другой коллега фриц это сервис который вообще позиционирует себя как абсолютно бесплатный инструмент то есть тут даже нет никаких платных тарифов и по интерфейсу мы видим что собственно говоря не все близнецы братья здесь можно тоже выбрать скорость высоту и дальше озвучиваем здесь может до 1000 символов бесплатно причем я не совсем поняла 1000 символов это с одного айпи или можно бесконечное число раз по 1000 символов озвучивать вот так что пробуем интересуемся мне кажется что они все похожи друг на друга у меня такие закрадываются вот еще один текст успеть такая же с ним история он тоже позволяет выбрать голос мужской женский сделать небольшие настройки и тоже надо изгенерировать речь тут примерно то же самое как в эпи хосте примерно такие же настройки плюс еще можно эхо добавить дополнительно текст успеть что он умеет он 5000 символов может озвучить у него наверно максимальное здесь количество опять таки у них есть платные тарифы можно авторизироваться заплатить и здесь есть так называемый проголоса премиальные которые звучат более естественно вот что еще box walker ну еще одна штучка тоже такая же вещь работает на озвучивание текста до десяти тысяч символов максимальное количество он озвучивает это в сутки то есть тоже такой неплохой тариф можно выбрать голос можно выбрать высоту и скорость речи но разметка остается такая же у этих всех сервисов примерно одинаковая разметка ударение обязательно проставляем сложных местах ну и robivox вот это сервис там на сайте прямо вы можете послушать сами голоса если опуститесь вниз вот robivox о себе очень амбициозно говорит он говорит что это сервис для озвучки текста реалистичным голосом вот голос создан искусным интеллектом на основе настоящей речи дикторов непревзойденное качество все они очень скромные ребята и говорят что если выбирать вот режим про вот как данном случае то это вообще невозможно отличить от человеческой речи но зато этот сервис такой амбициозный он и самый дорогой получился у нас дают на входе в этот сервис 5 рублей это 10 минут озвучки обычным голосом и две минуты про голоса вот если вы заплатите 100 рублей то можете записать 100 минут обычным и 20 минут премиальным голосом вот сами голоса можно внизу послушать и посмотреть действительно ли они не отличаются от нашей речи вот все эти сервисы работают с русскими картами они все на российских платформах насколько я понимаю так что если очень захочется дом всегда можно приобрести платный тариф ну и вот сервиса который уже у нас был это сервис звукограмм давайте им примерчик дам на него вот пожалуйста ссылочка он кроме того что позволяет с помощью нейросети озвучить любой текст он дает возможность внутри одного текста сделать так называемые диалоги то есть делать настоящий аудиоспектакль одновременно может часть текста озвучить мужским голосом часть женским или там разными голосами выбрав их из списка получаются такие диалоги это довольно интересно опять-таки изначально дают пять так называемых токенов вот на который можно определенное количество символов озвучить вот или пять тысяч в одиночку или тысячу на несколько голосов насколько я поняла вот платные тарифы здесь начинаются от 150 рублей дополнительно здесь еще есть коллекция шумов и разных звуков которые можно использовать в своем вот этот вот звукоспектакль если захочется так что вот звукограмм тоже очень неплохой сервис и тоже можно использовать в работе ссылка у меня что-то не отобразилась давайте еще раз ее ссылка на звукозапись на саму вот она на ю тубе так что тоже можно послушать сравнить и выбрать в общем теперь у меня тогда к вам такой вопрос как вы думаете как это все можно использовать сейчас просто повальное увлечение идет нейросетями меня это честно говоря немножко пугает что в картинке генерируются и тексты сейчас пишутся для социальных сетей тоже с помощью роботов но вот и звуки вот как это подойдет ли вот такой формат звуков или все-таки на ваш взгляд лучше использовать нормальную человеческую речь находить дикторов находить людей которые начитают красивым голосом или просто самостоятельно прочитать вместо робота как на ваш взгляд вот можете в чате ответить этот вопрос я лично для себя решила так нейросети и вот все что с ними связано это хорошая штука например вот я имею ввиду озвучку для каких-то текстов обычных информационных то есть можно это использовать допустим просто как начитку какой-то новости может быть просто какой-то комментарий за кадром ну да вот я с вами как раз к этому виду но я бы нейросети не доверила чтение художественной литературы стихи и художественная проза все-таки пока еще нейросети не дошли до такого что вот прямо один в один человеческий голос хотя мне кажется да они на пути к нему вот спасибо нам ссылочку прислали как использовать в образовании инфра и искусственный интеллект вот до стихи нужно читая с чувствами я с вами согласна хотя я слышала и обратную точку зрения на прошедший сейчас конгрессе рба была озвучена такая позиция что вот и чтение можно не профессиональные дикторы мы там можем задыхаться не так паузы ставить ну в общем такое вот и что якобы это художественная самодеятельность а вот нейросети они озвучивают как дикторы там с правильной постановкой голоса и т.д. и т.п. поэтому да на английском языке еще неплохо все это звучит на русском пока нейросети а мне кажется еще предстоит учиться хотя может быть мы скоро дойдем до того что они и как люди начнут читать вот ну продолжим дальше немножко отвлечемся от звукозаписи поговорим о таком жанре который вот совсем недавно тоже был на пике волны все начинали создавать подкасты они говорили их слушай даже в голос лучше вот я тоже с вами совершенно согласна для учебных текстов да может быть подойдет а вот для какой-нибудь живой речи лучше самому ну давайте про подкасты я пару слов скажу буквально ну несколько пар слов что это такое напомню и сейчас жанр подкастов мне кажется уже пошел немножко на спад буквально года два назад было много о них говорили писали создавали сейчас как-то этого реже стало появляться в ленте новостей хотя по-прежнему с подкаста создаются нельзя сказать что это вымерший жанр поэтому давайте разбираться вот подкаст по сути это такой отдельный аудиофайл или серия аудиофайлов которые публикуются в интернете на определенном сайте на них можно подписаться их можно слушать ну вот по сути как такой аудиосериал который объединен какой-то темой идеи может быть автором по сути такая цикла радиопередач проще говоря это мы создаем радиопередачу размещаем в сети интернет как правило это что называется беседа с каким-то человеком интервью или просто беседа несколько человек общается хотя есть подкасты на 1 когда рассказываешь какую-то интересную историю такой тоже может быть чем подкаст отвечать от аудиофайла и вообще это одно и то же или нет но на самом деле это немножко разные вещи хотя и в основе той другой лежит звукозапись естественно аудиофайл от какой-то законченное произведение при стихотворение мы записали опубликовали вот наша аудиозапись подкаст это вот отдельные эпизоды которые чем-то объединены какой-то идеи по сути это вот если бы мы вокруг этого стихотворения еще записали бы какую-нибудь историю и у нас бы был цикл истории про известные стихи но то получились бы у нас такие подкасты но еще особенность подкастов что их можно скачивать к себе на компьютер из прослушивать на мобильных устройствах на них можно подписываться как в социальных сердцах и следить за новыми выпусками на аудиофайлы вот так подписаться не сможете поэтому подкасты размещаются на особых платформах для того чтобы можно было их удобнее слушать ну вот кстати напишите в чате как вам подкасты слушаете вы их или нет потому что у меня например по моей статистике я новее правда не нашла но вот на 2020 год когда были как раз подкасты на пике что называется по опросам только 19 процентов слушатели их слушали вот из плюсов ну подкасты намного проще создавать чем видеоролики потому что вы не завязаны на видеоряд от нас только требуется звукозапись и какая-то ее обработка во вторых подкастов не так много создается и можно легко выделиться на этом фоне там небольшая конкуренция видеороликов создается конечно в разы больше одно время это было модным форматом сейчас наверное мода уже немножко прошла на него но тем не менее до сих пор это довольно удобно можно слушать на мобильных устройствах в телефоне в наушниках и по дороге куда-либо вот из минусов все-таки видеоролики эффективнее подкастов и если смотреть социальных сетях что чаще слушают видеоролики или подкасты все ролики все-таки в лидерах ну опять-таки у подкастов много технических нюансов то есть там нужно не только просто записать свой голос но желательно еще какую-то джингл придумать к своим подкастом там может быть какие-то звуки добавить а еще хорошо если у вас будет какая-то беседа то есть нужно искать людей записывать с ними эти беседы но много там разных технических особенностей но естественно если вы планируете что на вас должны будут подписываться тогда и периодичность тоже должна быть хотя бы раз в месяц раз в две недели на гора надо что-то выдавать вот поэтому тут как плюсы так и минусы есть но я уже немножко говорю о том что можно в жанре подкастов снять можно свой блог вести можно ток-шоу приглашать разных людей интервью них брать целый аудиоспектакль можно сделать аудиокнигу по ролям прочитать и даже виртуальную экскурсию провести в общем все это можно с помощью подкастов сделать если сравнить с процессом создания обычной аудиозаписи то по сути здесь примерно такая же история вы придумаете концепцию ваших подкастов например одно время на сайте морма вконтакте центральной городской библиотеки мурманск опубликовалась цикл подкастов посвященных архитектуре города то есть каждый эпизод подкаста рассказывал о каком-то здании в городе об его истории ну вот такая вот концепция по сути от нее отталкиваемся ну и дальше начинаем записываться все то же самое создаем запись чистим ее оформляем красиво обложку рисуем для красоты ну и дальше публикация вот мы постепенно так подобрались к последнему нашему этапу публикации аудиофайлов конечно их можно распространять и по электронной почте но если мы хотим чтобы их слушали то нужно поискать платформу для публикации если у вас есть свой сайт или блог то можно например воспользоваться платформой бакару вот ссылка на нее она работает без регистрации она во первых загружает файл можно прямо записаться а можно загрузить уже готовый аудиофайл и получить на него ссылку qr-код можно и встроить его на сайте в блок вот такой плеер появится у вас на сайте в блоге очень просто и очень быстро я знаю что очень многие учителя библиотекари пользуются очень все хорошо у них работает другой вариант наш любимый сервис но не знаю как ваш мой любимый сервис удоба у него есть шаблон который так и называется аудио с помощью этого шаблона вы можете закачать внутрь сервиса любой звуковой файл в одном из звуковых форматов выбрать как будет он отображаться у вас на сайте или в блоге либо в минималистичном типе либо полностью звуковая дорожка либо можно даже прозрачный сделать ну и дальше получаем на выходе ссылку и код и можно тут же делиться нашим файлом более того вот я файлы например вообще в папочку сложила каждому файлу придумала обложечку и получилось вот у меня таких несколько звукозаписей со ссылкой на них то есть так можно сразу целый напор звукозаписей кому-то показать распространить в сети похвастаться конце концов еще как ни странно аудиозапись можно загружать на youtube но в этом случае нужно звукозапись mp3 переделать формат mp4 в любой видеоформат в общем то mp4 например как это делается можно сделать с обычно с помощью программы powerpoint но я думаю вы знаете да ставим какую-то картинку на слайд добавляем звукозапись делаем чтобы она автоматически включалась эта звукозапись значок будет звукозаписи мы его скрываем ну и дальше сохранить как видео и получается у нас на выходе вот примерно такая история то есть вот картинка это стихотворение озвученное например какую-то картинку обложку может быть книги какой-то фрагмент выбрали ну а дальше просто как голос за кадром это все у нас озвучивает ну и в таком виде можно загружать на youtube или на русскоязычный сервис ru-tube он тоже принимает такие файлы тоже можно их таким образом загружать если опять-таки powerpoint по каким-то причинам недоступен и вы не хотите с ним возиться то есть вот такой вариант называется это music to photo ну вот давайте я покажу что у меня получилось он позволяет просто загрузить картинку и просто загрузить аудиофайл мини минимум два клика а дальше нажимаем создать видео и все ждем получаем mp4 файл ну а дальше уже понятным путем идем на youtube или на ru-tube и грузим туда вот что у меня получилось ссылочку я вам отправила в чат есть еще проще здесь не нужно заморачиваться с powerpoint там здесь можно это сделать в три клика ну что касается подкастов вдруг все-таки вы захотите создавать подкасты то есть для них специальные платформы можно их отдельно загружать на специальные сайты они дают статистику вы можете подследить сколько раз послушали ваши аудиофайлы вы можете дать возможность пользователям их скачивать например к себе на телефон и прослушивать ну и разные другие полезные опции здесь присутствуют вот это англоязычный сервис под пин я вам ссылочку на сам сервис дам а сейчас еще например вот у меня сейчас на экране сервер серия подкастов культовые книги я попыталась поискать на разных платформах подкасты связанные с каким-то образом с литературой нашла вот такой вот такую страничку с подкастами культовыми книгами расскажу чем хороша эта платформа здесь есть бесплатный тарифный план 5 часов хранения то есть пять часов звукозаписи вы можете сюда загружать 100 гигабайт для этого дается сервис предоставляет статистику ссылки как мы видим для прослушивания для скачивания здесь можно монетизировать но не знаю насколько сейчас условиях современной реальности здесь монетизация доступна но вот на момент когда я работала с этим сервисом это все работало что еще здесь можно можно посмотреть аналитику как я уже сказала количество скачиваний количество прослушивателей прослушивателей до географию пользователей кто из каких стран слушает ну в общем вот такая вот история он конечно на английском но не такой уж прямой сложный другой вариант ну вот так выглядит собственно окошко для загрузки мы загружаем файл даем ему название описание обязательно грузим какую-то обложку чтобы его идентифицировали ну и пожалуй все нажимаем на publish и публикуем примерным же способом работает сервис castbox давайте я сразу примерчик там один из подкастов здесь он вообще чудесный сервис он абсолютно бесплатный никаких платных тарифов здесь не предусмотрено пишет что может загружать любое количество файла любой по величине по длине и любой по весу точно так же заводим свою страничку загружаем готовый аудиофайл готовый подкаст выбираем ему обложку описание даем ну и пожалуй все на выходе мы можем посмотреть статистику естественно получаем ссылки и код на встраивание этого аудио подкаста можно его к себе на сайт пристроить можно в блок ну и здесь естественно вы тоже получаете статистику по просмотрам и прослушиванию сервис тоже англоязычный на английском языке что касается наших отечественных инструментов вот появился сервис мэйв здесь пока не так много подкастов я нашла русской ну в принципе немного подкастов сервис не так давно функционирует по литературе мне пришлось поискать я нашла более менее близкий он до сих пор рабочий этот подкаст говори красиво ссылочку я вам отправила здесь уже все на русском языке здесь все адаптировано к русскоязычным сервисом можно делиться вконтакте как мы видим готовой звукозаписью опять-таки здесь хороший бесплатный тариф дает возможность просматривать аналитику по географии пользователям по прослушиваниям и так далее что еще здесь есть хорошего здесь каждая работа с подкастом состоит из нескольких этапов сначала даем ему название описание загружаем обложку загружаем сам файл выбираем категорию какую-то дополнительную информацию сообщаем ну и вот нажимая на кнопочку синенькую от этапа к этапу так и передвигаемся сервис сам все подскажет что и как загрузить загрузить в этом смысле он в общем даже очень такой для начинающих подходящий правда он подвисает скажем так условно но тем не менее это развивающаяся платформа и я думаю что со временем они очень даже будут неплохо смотреться на фоне остальных платформ часть платформы не пришлось выбросить из моего обзора потому что они заблокированы на данный момент поэтому мы перейдем к социальным сетям точнее к сервису яндекс музыка я вам сейчас дам пример подкастов на этом сервисе но сразу скажу что они будут работать только у вас есть авторизация яндекс вот без авторизации по моему ссылка это не откроется но на экране вот так это будет до сервис яндекс музыка тоже предоставляет возможность записывать и создавать свои подкасты на их платформе но для этого нужно пройти несколько этапов во-первых нужно подать заявку на размещение своего подкаста он должен быть разговорный если у вас какие-то музыкальные вставки присутствуют то у вас должны быть права на эту музыку могли бы их доказать модераторы проверят ваш подкаст и если он соответствует требованиям платформы то через пару дней до пяти рабочих дней проверяются заявки то он появится у вас на вашей страничке ну а дальше такая же история вы можете делиться ссылками на эти подкасты распространять их среди пользователей но и они в свою очередь могут подписываться и слушать ваши звукозаписи вот так выглядит заявка название подкаста обязательно имя автора описание ссылка на файл этот ваш подкаст заранее вы придется где-то опубликовать и дать на него ссылку ну и дополнительные комментарии если хотите можно ну и дальше заявка отправляется и обрабатывается я нашла на яндекс музыки несколько подкастов разных библиотек вот они у меня здесь на слайде ссылки есть так что если вы скачаете презентацию можете по этим ссылкам походите посмотреть как коллеги работают это подкасты российской государственной библиотеки некрасовки и подкаст книжный базар что я заметила что некоторые подкасты сейчас немножко заброшены там какие-то не ведутся с 2021 года то есть подкаст это все таки такая немножко кропотливая работа которая требует ресурсов все таки ну и вконтакте куда же без него ну вот пример например чудесная страничка с подкастами называется книжные разборки для примера например здесь такая же история как с яндекс музыкой то есть придется подавать заявку так просто не получится ну во первых того чтобы записывать подка вернее не под записывать а размещать подкасты придется завести сообщество то есть только сообщество могут подключать подкасты после этого нужно вступить вот в эту группу общество разговорного жанра и отправить заявки они курируют все вот подкасты на вк музыки опять-таки в заявке указываем описание примеры то есть вы должны в звукозаписи например сообщества или в своей личной звукозаписи загрузить несколько образцов своих подкастов чтобы могли промодерировать их и посмотреть на что они похожи опять-таки ждем до пяти рабочих дней пока заявка обрабатывается и далее вы увидите в своем сообществе новую кнопочку которая называется подкасты ну вот теперь туда в этот раздел вы можете загружать подкасты и использовать их своем сообществе требования примерно такие же как яндекс музыки то есть авторские права не нарушает законодательства российской федерации ну и в общем то в целом это все в сообществе которое я веду в частности администратор сообщества мы планируем запустить подкасты посмотрим что из этого получится так что может быть в будущем если когда я тебе на эту тему буду говорить уже более предметно расскажу как у нас это получилось ну а в принципе если что называется мы не хотим заморачиваться с подкастами мы можем в сообществе публиковать обычные аудиозаписи и делиться ими с пользователями и не замахиваться на такие гигантские жанры ну и в заключении если мы создаем аудио и хотим чтобы звучал там не только голос но и музыка какие-то шумовые эффекты звуки дополнительные то есть по сути создаем аудио спектакль то нам понадобится естественно библиотека бесплатной музыки бесплатных шумовых эффектов и поэтому на последнем слайде я здесь собрала небольшую подборочку таких сайтов на которых можно найти бесплатную музыку которая разрешена для использования или шумы здесь вот много разных инструментариев более того тут еще дополнительную ссылку я прикрепила на 17 лучших площадок с бесплатной музыкой правда вот по этой ссылке не все сейчас платформы доступны тех же pixabay например сблокированы еще некоторые другие но в общем и целом 10 площадок там точно есть рабочих ну и наконец в конце концов если у вас есть свой канал на ютубе вы можете всегда найти звуки и музыки фонотеки youtube там есть звуковые файлы и музыка бесплатная для скачивания так что не забываем про этот инструмент он тоже хорошо используется в работе вот и в заключении как всегда несколько мастерилок обучалок на самом деле сервисы для работы со звуком не такие сложные так что ну на всякий случай вот еще несколько статей с пошаговыми инструкциями вдруг они вам пригодятся для работы так что пожалуйста используйте ссылочки все активные если есть какие-то вопросы на сегодня так постаралась быстренько надеюсь что есть информация не очень сильно загрузила если может быть у вас возникли какие-то вопросы я сейчас готова на них ответить если вопросы вопросов пока нет то вы можете в случае чего написать спросить как всегда приглашаю в группу вконтакте и в канал телеграмм и кт мастерилки где появляются периодически новые публикации посвященной цифровой технологии все что я нашла на просторах интернета и постаралась с вами поделиться вот на этом я буду тогда свой рассказ заканчивать спасибо вам большое за внимание и жду вас на следующий вебинар который в этом сезоне у меня будет последним посвященным будет яндекс сервиса вот мы сегодня затронули яндекс музыку через недельку поговорим в принципе о разных яндекс сервисах посмотрим чем он может нам пригодиться в работе спасибо вам за ссылки за комментарии за ваше мнение которого вы высказывали если вы прийти на следующий вебинар то подумайте пожалуйста о чем бы вы хотели еще узнать может быть особенно это касается постоянных слушателей о чем я не рассказала но вы бы очень хотели об этом узнать вот я к следующему вебинару подготовлю небольшой опросник вот и если вы захотите в нем поучаствовать я ссылочку в чат отправлю а вы мне напишите что именно вы хотели бы услышать следующих сезонах я постараюсь пойти навстречу вашим пожеланиям вот ну на этом тогда буду прощаться хорошего вам вечера отдыха кому-то отпуска и до встречи через неделю самое главное берегите себя а